я думал что уже никого не будет я подошел смотрю уже машины все разъехали думаю все я буду сам но слава богу слава богу что мы можем быть вместе и размышлять над этой важной заключительной темой это у нас есть такая пословица танцевал танцевавины к луны то есть нет завершения это очень важная тема и так что еще должно открыться вселенной мы размышляем над историей спасения истории развития великой борьбы что еще должно открыться вчера мы размышляли над тем как бог давал ответы по поводу своего характера через иисуса христа и спасение человек мы размышляли над тем как война на небе началась недоверие богу и самый главный вопрос великой борьбе это именно можно ли богу доверять действительно ли он заботится о счастье сотворенных им существ или он создал их для того чтобы мучить манипулировать ими как-то получать выгоду для себя из-за этого и мы видели как бог давал ответы на обвинение сатаны мы размышляли как он давал ответ на небе как он давал ответ в сотворении земли человека по своему образу и подобию мы размышляем над тем как он дал ответ через христа христос пришел на землю чтобы открыть отца людям и всем непадшим миром иисус помните сказал такие слова и когда вознесен буду от земли всех привлеку к себе всех и линвайт очень проницательно комментирует асти говорит всех не только людей а все то есть всю вселенную даже не падшие миры и даже ангелов которые сохранили верность богу но они не понимали всех перипетий великой борьбы и так христос пришел чтобы открыть отца людям и непадшим миром христос дал ответ на обвинение сатаны в том что бог несправедливый мстительный непрощающий жестокий показав его любящим милосердным сострадательным и справедливым не падшая вселенная отвернулась от сатаны но великая борьба еще не закончилась было необходимо открыть еще кое-что мы размышляли над тем вчера как христос принес себя в жертву но он и воскрес он вознесся не на небеса ответ был принят вот эти две цитаты я напомню их чтобы мы могли начать строить уже на этом основании вчерашним но сатана не был уничтожен ангелы и тогда еще не понимали всех перипетий великой борьбы принципы двух противоположных сторон предстояло осуществить еще более полно и ради человека сатане было позволено жить и далее людям точно так же как и ангелам надлежало увидеть разницу между князем света и князем тьмы они должны были избрать кому служить и еще одна цитата книги желания веков ангелы взирая на крест спасителя не могли не радоваться хотя они не понимали всего до конца но знали что грехи сатана навсегда будут уничтожены что искупление человека совершилось и вселенная она вечно обрела безопасность они это понимали но что-то еще необходимо было понять больше ну и если ангелам необходимо было что-то больше понять то тем более людям потому что то что на кресте поняли ангелы из людей поняли совершенно немногие а в общем то человечество оставалось окутано мраком в общем и в целом мраком относительно познания бога все таки потому что очень немногие на голгофе поняли что произошло и даже ученики иисуса христа они разбежались они были разочарованы они еще должны были многое понять осознать это что их учил иисус еще должно было всплыть в памяти и стать реальностью для них почему же еще не все было на голгофе сегодня многие христиане говорят о том что на голгофе совершился план спасения что это был конец все все что нам необходимо делать это практически мнение всех протестантов это просто славить бога наше спасение уже все поставлена . мы только можем славить бога радоваться в этом спасении принимать иисуса христа верить в него и все но мы читаем с вами в послании к ефесянам и это будет наш ключевой текст над которым мы будем размышлять и расширять понимание его да иисус совершил очень важную фазу плане искупления он принес себя в жертву принес себя в жертву это не была сама цель хотя это важно было но он принес себя в жертву для того чтобы что-то открылось и в свете того о чем мы размышляем как раз должна была открыться на голгофе любовь божья то что бог способен на жертву он готов пожертвовать собой мы размышляем над тем также что он пришел чтобы показать от чего смерть произойдет потому что сатана спекулировал на этой теме он настаивал на том что смерти нет если бог говорит что у смерти умрете а мы с вами бессмертные существа по своей природе то то что это он такое говорит что это такое за смерть или это он убьет нас как-то у нас но он создал нас он может нас уничтожить это понятно но тогда кто он такой если в принципе как бы он говорит что греха нет и вы можете грешить в принципе никаких последствий как вот таких как смерть нет просто вы могли бы жить и наслаждаться полнотой жизни не быть ограниченными такими все в жизни попробовать и ну то что бог нам говорит о смерти смеют на самом деле этого всего нет и вы могли бы спокойно жить но разве что он убьет вас но тогда какой у него характер то есть он не позволяет вам на самом деле наслаждаться настоящей свободы по поводу смерти конечно было непонимание и вся вселенная внимательно наблюдала над тем что происходило на кресте иисус умирал как последний грешник грехи всего человечества были возложены на него убьет ли его бог что он сделает с ним будет ли смерть от чего будет это смерть вся вселенная наблюдала и вот те слова которые последние сказал иисус почти последние боже мой боже мой для чего ты меня что сделал оставил вся вселенная поняла тогда но по крайней мере не божители что быть оставленным богом означает быть отделенным от источника жизни и так как мы не имеем сами по себе жизни мы умрем настаивать на том что бог нас оставил чтобы мы жили как мы нам хочется но если он нас оставит то мы перестанем жить у нас нету генератора жизни внутри себя мы не можем этого дела для того чтобы открыть эту истину христос первым вкусил эту вторую смерть позже уже в книге откровения мы находим именно эти выражения смерть 2 откровение 2 глава откровение 21 глава во второй главе сказано побеждающий не потерпит вреда от второй смерти бог предупреждает что это будет то что это уже было явлено но давайте еще поразмотяем что должно было открыться еще и так он поставил одних апостолами других пророками иных евангелистами иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служение зачем для созидания тела христова что это значит дальше объясняет доколе все придем в единство веры и познание сына божия в мужа совершенного в меру полного возраста христова это то что бог всегда хотел чтобы совершил но она никак не совершалась люди в большинстве своем за исключением отдельных людей они не могли понять до конца этого что это значит это совершенство иисуса христа это божье совершенство они не могли понять а следствие как следствие они не не могучи понять они не могли и в тот же образ преобразится и поэтому то что не было совершено через израильский народ господь поручил теперь церкви своей уже независимо от национальности независимо от расы он поручил своей церкви открыть христа явить христа помните мы читали с вами книги патриархии пророки кроме искупления человека план спасения имел и другое не менее важное глубокое назначение смерть христа ради искупления человека не только открывала людям путь к небу она должна была перед всей вселенной оправдать действия бога и сына во время восстания сатаны утвердить непреложность закона божьего разоблачить сущность и последствия греха когда люди согрешили казалось бы божий план он он не исполняется и даже в том что бог милостиво отнесся к человеку и вступил в силу план спасения человека сразу же и бог простил грех адама и еву но возникал вопрос а это насколько это справедливо бог сделал а почему это можно простить человека почему это нельзя сатану простить и падших ангелов но насколько это все честно божья милость и благодать они что противоречат справедливости как это понять нужны были ответы на вот такие вопросы действительно ли божий закон совершения мог ли человек жить в согласии с законом можно ли сопротивляться искушениям иисус соблюл закон будучи человека но он был также богом может быть это ему помогло сегодня весь христианский мир стоит на этом основании что христос но он не не может быть примером для нас он просто пришел чтобы спасти нас то есть он пришел прожил совершенную жизнь так как он был богом и он в совершенстве соблюл божий закон и нас он уже освободил от его соблюдения нам уже не нужно это делать мы и не можем потому что у нас там и ну мы не можем если конфликт между милостью и справедливостью у бога тогда мы не можем а почему тогда надо говорить что сатана может например почему одно отношение к нам а другое к нему в чем проблема здесь вот эти вопросы еще нужно было прояснить ну и конечно же это для ангелов а для людей нужно было прояснить еще больше потому что то что было понятно на голгофе для ангелов совсем не было понятно для людей некогда через пророка иеремию господь глядя вот так вдаль видя то насколько люди не могут понять до конца то что он пытается открыть ими то что он объясняет им через пророков он говорит вот наступают дни говорит господь когда я заключу с домом израиля и с домом иуды новый завет не такой завет какой я заключил с отцами и в тот день когда взял их за руку чтобы вывести из земли египетской тот завет мой они нарушили хотя я оставался в союзе с ними говорит господь но вот завет который я заключу с домом израилевым после тех дней говорит господь вложу закон моего внутренности их и на сердца их напишу их и буду им богом а они будут моим народом но он здесь вспоминает не тот завет тот завет говорит они не они нарушили тот завет о чем он говорит здесь он говорит то завете который бог заключил на синае с израильским народом хотя божий завет был дан как обещание божье спасти человека еще от начала он был сокрыт как тайна божья от веков он вступил автоматически в силу как только человек согрешил в эдем но со временем люди утратили понимание этого завета и особенно когда они вышли из египта даard Linus ответ тогда он открыл им свой завет и он открыл свой закон не для того чтобы они сделали то что они сделали помните что они сделали он сказал всё что сказал Abe мы недооценивали Они не понимали, что они не способны это сделать. Господь открыл им закон не для того, чтобы вытянуть из них обещание, что они все исполняют. Он открыл им закон как обетование о том, что Он сделает с ними. Что Его силой, или как Его силой может преобразиться их поведение. Вы заметите, что Он дает Его именно в таком виде закон именно на Синае. Хотя принципы Его были известны до этого, Он не появился на Синае. Как Божий принцип любви Он существовал вечно и будет существовать вечно. Но из-за того, что люди были очень деградировавшими, очень ограниченными в своем понимании. Им говорить, любить Бога, любить ближних, это все равно, что ничего не говорить. Они не понимали, что это значит. И Бог объясняет вот в этих десяти принципах, что значит любить. Любить Бога, любить ближних. Но вместо того, чтобы смириться и сказать, ого, Господи, мы это не можем сделать. Как мы это сделаем? Как мы это соблюдем все? У нас совершенно, мы совершенно не такие. И если бы они с таким духом подошли, то они бы тогда готовы были воспринять откровение о Христе, явленное в жертвоприношении. Они бы тогда прониклись Божьей благодатью и сказали, Господи, ну, если Ты можешь это в нашей жизни сделать, то давай мы будем сотрудничать с Тобой. Но вместо этого они поспешно вступили в завет, как говорит Дух Пророчества. Они поспешили поклясться, что все, что Господь сделает, только Моисей говорит, только пусть Он с нами не говорит, пусть Он там будет вдали, а Он то, что говорит, мы все сделаем. Это все равно, как соблюсти закон без Бога. Своими силами. Мы видим, там буквально немного времени прошло, они уже танцевали вокруг Золотого Тельца. И, как говорит Господь, они нарушили этот завет. Как пробиться в сознание этих людей? Как пробиться в сознание? Как пробиться в сознание? Когда идет информационная война? Когда разум настолько омрачен? Знаете, я так время от времени прибегаю к этим иллюстрациям. Я прибегаю к ним. Я даже, я бы, может быть, их и не использовал в нашей аудитории. Но я скажу вам, что я их использую постоянно, когда говорю об этих вещах с людьми неверующими или инаковерующими. Потому что это то, что мы сегодня как народ переживаем. И это то, что близко и понятно для нас. Не подумайте, что я как-то политизирован или еще что-то. Но представьте себе, если бы вот в теперешней ситуации, сложившейся в Украине, если бы, например, вот в том конфликте, который тянется, и вот какое-то перемирие сейчас, и этого перемирия нет, стреляют, люди гибнут. Что происходит? Пишут вчера в Авдеевке, опять обстреляли жилой квартал, снаряд упал прямо в жилой дом, сразу же 4 человека погибло. Взрослые все погибли, двое детей остались сиротами. У нас есть одна женщина из Авдеевки, которая приезжает к нам уже 10 лет. Она не адвентистка. Она каждый год приезжает. И даже вот в это время, когда идет война, она проезжает каждый год. Она учитель. Она неверующий человек. Она еще той закалки. Она уже, мне кажется, пенсионерка, которая все еще каждый день в школе. И уже ее там уже, она говорит, ей говорили, что уезжайте оттуда. Ну что там происходит? Постоянно обстреливают эту Авдеевку. Говорит, а кто детей будет учить? Учить. Понимаете, человек? И она свято верит в то, что это украинские войска обстреливают Авдеевку. Просто вот так от нечего делать в жилые кварталы. И много людей в это верят. И на самом деле мы не знаем точно до конца, кто кого обстреливает. И они сами точно не знают. Но представьте себе в этой ситуации, чтобы, я не знаю, так гипотетически, многие люди настроены против Украины. Если бы силой захватить эту территорию сейчас, просто какую-то масштабную такую операцию провести, вытеснить там все те войска, которые есть чужестранные, всех боевиков уничтожить, или ополченцев, или кто как их называет. Так, решился бы конфликт или нет? Но силой можно завоевать. Или давайте другую ситуацию, может быть, кто-то по-другому чувствует. Если бы вдруг, ну так, ходят слухи, разные ситуации. Россия захватывает Украину. Решается ситуация или нет? Как вот вы чувствуете? Люди пребывают вот в этой информационной войне. Мы видим, что такое информационная война сейчас. Люди за это время сформировали свое убеждение, кто там прав, кто не прав, кто на чьей стороне. Люди имеют уже мнение какое-то. И силовое решение конфликта, разрешит ли оно ситуацию или нет? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Когда есть вот такой конфликт, как проникнуть в сердца людей? И вот точно так же здесь израильский народ, выйдя из Египта, омраченный разум, они видели всю эту идолопоклонническую религию. 400 лет они жили во всем этом, как рабы. Деградировали. Как пробиться к их сознанию? Как можно объяснить им, что Бог не желает им зла? Они настолько были в деградировавшем состоянии, что Богу пришлось даже припугнуть их. Потому что когда человек очень сильно деградирует, ему уже говорить о любви, о доверии, о каких-то таких высоких материях, это уже не... Ну, без толку. Он не понимает это. И Богу пришлось сойти на Синае и возгреметь там, и дымелась эта гора, и Он запретил им подниматься туда, чтобы у них какой-то страх появился. Но начало мудрости страх Господень. Но только начало. Так написано. Только начало. Страх... Ну, страх иногда нужен. Страх, потому что уже ничего другое не действует. Может быть, еще страх подействует. Уже когда страх не действует, тогда уже все. Помните, как Исаия говорит в первой главе? Да коли... Сколько можно бить вас уже? Уже вся голова в язвах. Говорит, отвратительные раны. То есть Господь их предупреждал, послал пророков, они не слушали. Чужестранные армии захватывали их, грабили их, болезни были. Ну, все, что возможно. Ладно, Бог через это хотя бы хотел им показать. Но остановитесь. Вы видите, что я отнял у вас мою защиту. Что вы уже страдаете так. Но они не прозревали все равно. Он говорит, сколько вас бить уже? Уже вы все в язвах, вы все в ранах. Что еще можно сделать? Но есть еще последнее, что Бог вынужден будет сделать. Это уже говоря словами пророка Осии, когда он говорит, помните, привязался к идолам Ефрем. Побейте его. Так написано ли? Нет, там написано, оставьте его. Оставьте его. Это самое последнее. Это самое страшное, это то, чего Бог не хочет делать. Это оставить. Но прежде чем наступит вот этот момент, когда он будет вынужден в конце концов оставить, и это то, что в Библии описано озером огненным, и второй смертью, и всякие вот такие образы Господь использует для того, чтобы предупредить нас, остановить нас. Иначе мы погибнем, и там уже возврата нет. Но вот здесь еще в Израиле, говорит, я заключу с вами еще завет. Вы так и не поняли. Они нарушили его на Синае, этот завет, ветхий завет он назван, нарушен на Синае. И получается как-то уже до пришествия Христа, как они жили. Господь говорит, я заключу с вами этот завет. Это будет новый завет. Я вложу законы мои во внутренности их. Когда это произошло? Когда это стало возможным? Но апостол Павел в послании к евреям объясняет, когда это стало возможным. Когда он цитирует Иеремию, говорит, но пророк укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит, Господь, когда я заключу с домом Израиля, из дома Емуды новый завет. И он цитирует, я не буду уже все читать, говорит, вложу законы мои в мысли их, напиши их на сердцах их. То есть он цитирует весь этот стих. И он связывает это с чем? Он связывает это с пришествием Мессии, со Христом. Ибо во Христе был этот новый завет заключен. Лука так описывает, вспоминая те события, когда Иисус говорит, так же и чашу после вечера подал им, и говорит, сия чаша есть, что? Новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Новый завет. То есть Господь понимал, что только с пришествием Христа, только с воплощением Его в человеческое естество, только благодаря явлению Божьего характера через Его жизнь сможет этот новый завет начать действовать. Хотя эти принципы нового завета, они были открыты еще Адаму и Еве. И этот завет существовал вечно. Но теперь люди получили возможность практически воспользоваться, хотя и другие пользовались. Мы читаем, что Авраам, он был отцом всех верующих, он жил по этому новому завету. Я иногда задаю вопрос с нашим собратьем, баптистами или пятидесятниками, может быть, другим. Потому что они свято верят в то, что то был Ветхий завет, это уже Новый завет, как оно в Библии, знаете, написано. Вот это Ветхий, это Новый. Спрашиваю, а в каком завете жил Авраам? Ну, они сразу говорят Ветхом. Ну, потому что история об Аврааме написана в той части Библии, которая традиционно называется Ветхим заветом. Но подождите, Ветхий завет, это же на Синае. Мы читаем, что на Синае заключался. Авраам, а почему вообще в Новом завете он назван отцом всех верующих? Почему мы его сыны? Потому что он жил тоже в Новом завете. Ветхий и Новый завет, это не две части Библии. Ветхий и Новый завет это качество опыта и отношений, которые мы имеем с Богом. Итак, однако же, с пришествием Иисуса Христа, с Его рождением, жизнью, смертью и смертью своей, Он этот завет передал своим ученикам. К чему это должно было привести? Это должно было привести к качественному изменению жизни людей. Апостолы, ссылаясь на этот завет, они поднимают эти истины, которые не были восприняты и не были реализованы в полной мере в израильском народе. Апостол Павел пишет, «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. То есть, вот это явление Иисуса Христа, Его голговская смерть и воскресенье, они должны были дать новый толчок, новое начало, новый старт, если хотите, человечеству. «Как закон, ослабленный плотью, пишет апостол Павел, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Что это значит? Давайте еще в современном переводе прочитаем. Это современный перевод российского библейского общества. То, что было невозможно для закона из-за слабости нашей природы, сделал Бог. То есть, оно что было невозможно для закона? Ну, закон открывал грех, но он не давал силы человеку для того, чтобы соблюсти его. Но то, что он не мог сделать, написано, сделал Бог. «Послав Своего собственного Сына, облеченного в тело, подобное греховному человеческому телу, чтобы заключить, вершине, чтобы покончить с грехом, Он вынес смертный приговор греху в человеческом теле, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно духу, а не плотской природы». То есть, другими словами, должен был дать, был дан ответ на вопрос, так может ли человек жить в согласии с Божьим законом или нет? Это возможно или нет? И здесь объясняется, что именно для этого Христос и пришел. Он пришел для того, чтобы дать человеку силу жить в согласии с этим законом, чтобы показать, что у Бога между его милостью или благодатью и справедливостью, справедливыми требованиями закона нет конфликта, нет никакого противоречия. И что Бог прощает человека, но не просто потому, что он верит в Иисуса Христа в том плане, что он это как точку зрения принимает. Сегодня многие люди верят в Иисуса Христа. Сегодня большинство верит в Иисуса Христа на нашей некогда атеистической территории. Но что значит верить в Иисуса Христа? Вот здесь вот объясняется дальше тот опыт, который Бог желает совершить в жизни людей. Верить в Иисуса Христа это намного больше, чем верить в существование Иисуса Христа или в Него как в историческую личность. Верить в Иисуса Христа это не просто даже верить, что он умер за наши грехи, как жертва за наши грехи, хотя это важно. И то первое тоже важно. Но верить в Иисуса Христа это означает верить, это означает доверять Богу. Это означает проникнуться доверием к Нему и поверить в то, что Он может нас изменить. Поверить в то, что Он может помочь нам одержать победу над грехом, что Он может помочь нам настолько доверять Ему, настолько полюбить Его, что мы проникнемся огромной любовью к Нему, огромной любовью друг к другу и будем стремиться вот в этой борьбе, мы как те, знаете, прокаженные, будем стремиться помогать друг другу идти ко Христу, чтобы образ Божий восстановился в нас, чтобы мы настолько возлюбили Его и друг друга, что все, что требует закон в нашей жизни, было автоматически исполнено. Для этого Иисус, принеся Себя в жертву на кресте, это завершил одну фазу плана искупления, но Он вознесся на небеса, чтобы продолжить план спасения человека. И вот мы читаем «Ходатайство Христа за человека в небесном святилище такая же неотъемлемая часть плана спасения, как и Его смерть на кресте». Видите, что сказано? «Ходатайство Христа в небесном святилище такая же какая часть? Неотъемлемая». То есть ее нельзя вычеркнуть, ее нельзя сказать, что она неважная какая-то. Понимаете? Но это то служение Христа в небесном святилище. Вы скажите, кто из христиан об этом говорит? Никто этого не понимает сегодня. Хотя все написано, особенно в послании к евреям, черным по белому написано, что Он первосвященник Нового Завета, Ходатай Нового Завета. Он служит в святилище нерукотворном, небесном. Что Он там совершает? Никто об этом не говорит. И, к сожалению, мы как-то живем в такое время, когда и в нашей церкви мало об этом говорится. Ну, может быть, по той причине, что был какой-то перекос раньше, но сегодня какой-то перекос в другую сторону идет. Мы вообще об этом не говорим. Но здесь сказано, что это неотъемлемая часть плана спасения. Своей смертью Он начал ту работу, для завершения которой... Посмотрите, что написано. Смертью Он начал только... Но весь христианский мир говорит, что смертью Он закончил. Что совершилось на кресте? Все уже конец. Иисус сказал, совершилось. Но что совершилось? А в книге Откровения мы еще раз услышим, совершилось. Книга «Великая борьба» Эллен Вайт говорит, что когда Он закончит ходатайственное служение в небесном святилище, то исполнятся те слова, которые записаны в Откровении 22, по-моему, 11 стих. Неправедный, да творит неправду еще, нечистый, да сквернится еще, праведный, да творит правду еще, и святой да освящается. Он опять скажет, совершилось, когда закончит ходатайственное служение, когда святилище будет очищено, когда народ, живущий на земле, будет очищен и приготовлен к его пришествию. То есть, своей смертью Он только начал ту работу для завершения, которую Он вознесся на небо после Своего воскресения. Там отражается свет с Голговского креста. Там мы можем глубже понять тайные искупления. Дальше она объясняет, пользуясь слабостями человека, сатана старался овладеть всем его разумом и старается овладеть, ибо он знает, что если пороки укоренятся, то победа будет за ним. Поэтому он всегда стремится обманным путем внушить последователям Христа, призывая на помощь все свое искусство обольщения, что они все равно не преодолеют свои слабости. Друзья, не это ли мы слышим сегодня от популярных церквей? О, там и будем до конца грешить. Мы не можем не грешить. Мы можем только сожалеть, мы можем только вздыхать, мы можем говорить, да, Господи, я хотел бы не грешить, но мы не можем не грешить. Это кто говорит? Ну, здесь написано черным по белому. Видите, в черном как раз по белому написано. Сатана говорит, что они все равно не преодолеют свои слабости. Ну, если не преодолеют, то зачем стараться? Но Иисус просит за ним. Он показывает свои пронзенные руки, указывает на свое израненное тело и говорит тому, кто желает последовать за ним. Кто желает последовать за ним? Желаете последовать за ним? И вот он говорит таким, довольна для тебя благодатью моей. Что это значит? Довольна для тебя благодатью. То есть, я могу тебя спасти от этого. Я даю тебе достаточно благодати. Благодать – это прощение. Ну, это традиционно, мы говорим, это незаслуженная милость. Но в Библии благодать – это еще сила. Сила для спасения. Сила при искушении. Сила, которая может помочь нас удержать от падения. Не только милость, которую Бог проявляет нам после падения, но и сила, которая может удержать нас от падения. Говорит, довольна для тебя благодатью моей. И дальше она делает вывод. Поэтому, пусть никто не считает свои грехи неисправивными. Господь дает веру и благодать, чтобы мы избавились от них. Но, друзья, я не знаю, как еще можно яснее написать об этом. Просто я не знаю, как можно еще яснее написать. Но весь христианский мир говорит, что это невозможно. И в нашей среде адвентистской тоже брожение такое есть. Тоже все больше и больше можно услышать, что это невозможно. Не говорите об этом. Но это же написано. Тогда давайте не будем распространять эту книгу, давайте не будем печатать. Понимаете? За что многие и выступают. В некоторых странах, особенно в европейских странах, они не принимают уже дух пророчества, уже не понимают великую борьбу, тем более. Не желают распространять эту книгу. Что такое происходит с нами? Нам нужно значительно яснее, чем мы ныне себе это представляем, уяснить, что же поставлено на карту в великой борьбе, в которой мы вовлечены. Что действительно план спасения, это просто Иисус умер вместо нас, и теперь просто мы, веря в то, что Он умер вместо нас, мы получаем спасение? Подождите, но Сатана первый будет протестовать. Он первый скажет, подождите, но я тоже так могу верить в Иисуса Христа. Я тоже могу верить в Иисуса Христа и жить в грехе. Понимаете? Но Бог так никогда не предназначал жертву Иисуса Христа. Иисус принес себя в жертву не для того, чтобы отменить закон Божий, или как-то понизить требования для человека. Нет, друзья. Нет. Это заблуждение, это то, чего не понял протестантский мир. И вот почему Бог призвал адвентийское движение. Чтобы донести эту весть. Но не только слова, сегодня берутся люди словами это доносить. Это весть, которую нужно прежде всего донести жизнью своей. Прежде всего жизнью своей. Что Бог силен спасти человека от греха. Может спасти. И я не говорю сейчас о каком-то законническом соблюдении закона. Но я говорю из любви к Богу. Из доверия к Нему. Веря в то, что Он может совершить это нас. Мы своими силами это не можем сделать, друзья. Но приняв вот то откровение Христа Бога, который Христос принес, проникшись доверием к Нему и любовью, человек наделяется силой благодати Божьей, которая хочет жить в послушании Богу. Обязательно. С новым сердцем. Вот это новое сердце, оно как раз и проявляется. Может человеческий язык несовершенен, это то, что я хочу сказать. У каждого есть своя концепция, как это понять. Но новое сердце, то, что говорит брат Виктор, это как раз и есть доверие к Богу, любовь к Богу. Осознание своей беспомощности и отчаянного состояния, в котором мы находимся. Потому что без Бога мы ничего не можем сделать. Но только лишь полностью доверившись Ему, имея это новое сердце, которому обещал Господь через Иеремию, это возможно. Нам нужно значительно яснее, чем мы ныне это себе представляем, уяснить, что же поставлено на карту великой борьбы, в которой мы вовлечены. Нам нужно полнее осознать ценность истин слова Божьего и то, насколько опасно позволить нашему маму отречься от этих истин, поддавшись обольщениям великого обманщика. Безграничная ценность жертвы, потребовавшейся для нашего искупления, раскрывает тот факт, что грех – это ужасное зло. Из-за греха человеческий организм заболевает, извращается ум, воображение становится растленным, грех снижает душевные способности, искушение извне, находят отклик в сердце, и вот уже ноги сами собой направляются к козлу. Но подобно тому, как жертва, принесенная ради нас, была полной, так и наше восстановление из скверной греха должно быть полным. Что должно быть? Восстановление. Полным должно быть. Дело в том, что закон Божий не оправдывает ни одного безнравственного поступка. Ни одно неправедное действие не может избежать осуждения. Этика Евангелия не признает иного стандарта, кроме совершенства божественного характера. Жизнь Христа была совершенным исполнением каждой заповеди Отца. Он сказал, «Я соблюл заповеди Отца». Его жизнь является для нас чем? Примером послушания и служения. Только один Бог может обновить сердце. Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Но нам дано повеление, совершайте свое спасение. То есть, другими словами, размышляйте над тем, что совершил Христос для вас, и размышляйте над тем, что Он сейчас совершает в небесном святилище. Что Он желает осветить нас, очистить нас, сделать себе подобными. Эта мысль, ну, сегодня для многих кажется страшной. Какой-то, знаете, «Ого! Нет, а какое-то что-то такое вот…» Это невозможно. Друзья, эта мысль абсолютно не страшная. Это, наоборот, радостная вещь, что Бог может освободить нас от этого. Мы здесь сейчас не говорим о том, что Бог ожидает, что мы скажем, «Господи, все, что Ты сказал, мы сделаем». Нет, нам нельзя повторять эту ошибку. Надо сказать, «Господи, вот это Ты хочешь сделать со мной?» Господи, я хочу этого. Я хочу одержать победу над всякими страстями, которые у меня там есть, над всеми вредными привычками, которые я приобрел в своей жизни, или которые как-то по наследству у меня склонность к ним сильная есть. Ты можешь меня от этого освободить? Господи! Аллилуйя! Сделай это! Я буду сотрудничать с Тобой, понимаете? Вот такого отношения Бог хочет. И Он понимает, что семь раз упадет праведник на этом пути, но семь раз встанет. Но еще есть лучший стих, что Бог силен удержать нас от падения. Так или нет? Но даже если и семь раз упадет. Знаете, сегодня никто не вспоминает, какие были поражения Великой Отечественной войны. Никто не вспоминает, что фашисты дошли аж до Москвы. Так или нет? Помнят одно. Победа. Понимаете? Была победа. Вот точно так же и в нашей христианской жизни. В вечности никто не вспомнит, сколько человек распал. Останется важным только одно, что он в конце концов встал и победа была одержана. Победа была одержана. Христос стремится воссоздать себя в сердцах людей. И он делает это через тех, кто верует в него. Целью христианской жизни является приношение плода, то есть воссоздание характера Христа в верующем, чтобы воспроизвести его затем в других людях. Вот это Божья цель. Вы видите, что она на Голгофе не совершилась. Там было важное событие на Голгофе. Но для того, чтобы это важное событие потом принесло практическую пользу, Христос продолжил спасение людей как священник в небесном святилище, первосвященник. И сегодня он ходатайствует не просто умоляя Отца простить наши грехи, хотя и это. Но его ходатайство еще заключается в том, что он наделяет силой своей благодати верующих, чтобы они могли одержать победу, чтобы характер Христа восстановился в них. В конце концов исполнятся эти слова, записанные в книге Откровения. «И взглянул я его светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскрикнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни», потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле что сделала? Созрела. Что означает созревание жатвы? Что люди созрели. И там два вида жатвы. Первая жатва – это Божий народ, который был запечатлен, у которого печать Божья на челе, или имя Отца на челе. Это характер Божий запечатлен в их жизни. Они созрели. Желаете ли вы пережить этот опыт, друзья? Так это то, чего Бог ожидает, то, ради чего Он в небесном святилище сегодня очищает это святилище. И с другой стороны будет другой вид жатвы. Она тоже созреет. Сегодня она тоже еще не совсем созрела. Но она созреет тоже. Это люди, которые абсолютно будут противиться Богу. Абсолютно не желая ничего слушать об этом. Желая уничтожить Бога и Божий народ. Эти два вида жатвы созреют на земле. И когда они созреют? Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Со страстным желанием Христос желает, ждет этого в своей церкви. Когда характер Христа полностью отобразится в Его народе, Он придет, чтобы назвать их Своими. Это должно совершиться. И тогда вся вселенная увидит, ага, так вот почему Бог так долго прощал их грехи. Вот почему Он где-то местами закрывал глаза на них. Вот почему Христос умер за них. Не для того, чтобы освободить их от грехов. Бог проявлял свое терпение, потому что нужно было проявлять терпение. Как к тому алкоголику, как к тому наркоману. Потребуйте от них трезвой жизни. Ну попробуйте, потребуйте. Так вы со своими требованиями и уйдете в освоясь. Потому что это требованиями не решается. Это не решается постановлением. Мы видим здесь Божью любовь и долготерпение к нам. Как Он снисходителен к нам. Как мы даже падаем. Он говорит, вставай, вставай, не лежи. Вставай, не лежи. Поднимайся. Я могу тебя поднять. Я могу дать тебе силу, но ты пойми, я тебя не буду заставлять. Я не могу. Ты свободен. Но я тебе говорю, поднимайся. Не лежи там. Я могу тебе дать победу. Я вспоминаю, когда здесь в селе буквально одна семья начала приходить. Мы проводили евангельскую кампанию. Пришла одна семья. Они приняли крещение. Мы не знали их до конца. Но мы видели, что другие люди в селе недовольны были, что мы дали им принять крещение. Это мы потом позже обнаружили. Она, только она, жена приняла крещение, муж не принимал крещение. И он ходил в церковь вместе с ней. Он ходил на программу. Каждую субботу они были в церкви. Все было замечательно. Несколько месяцев после крещения. И потом я слышу, что он запил. Он впал в запой. Знаете, что такое запой? Есть алкоголики, которые пьют потихоньку, каждый день. Вы их не увидите сильно пьяными. А есть те, которые впадают в запой. Это те, которые не могут, просто не могут остановиться. И они уже доходят до самого дна. И я прихожу к нему домой. Это страшно, просто смрад такой. Он просто лежит на кровати. Он просто пьет. Он даже не встает в туалет куда-то идти. Это все здесь. Он рвет. Это все, представляете, несколько дней в этой комнате. Страшный смрад такой. Он на человека не похож. Я прихожу к нему и говорю, начинаю говорить с ним. И он начинает, как будто бес через него говорит. Понимаете? Я ее убью. Я себя убью. Такие вот разговоры. И я говорю, вставайте. Вставайте. Умывайтесь. Давайте. Господь поможет вам. Иисус любит вас. Давайте. И у него вдруг какое-то просветление. Алексей говорит, Алексей, давай молиться. Давай молиться. Я говорю, давайте. Мы молимся. Мы стоим на колене. Мы молимся. И у него это просветление сохраняется еще. Я говорю, давайте мыться. Мыться. Надо от токсинов этих избавиться. Надо выйти из этой комнаты, из этого смрада такого. И мы идем. У него на улице душ какой-то. Я захожу, душ начинаю мыть его. Понимаете? И у него просветление такое. Я говорю, давайте бриться. Он заросит. Надо побриться. Человек чувствует себя иначе уже тогда. Я начинаю его брить. Говорит, жена, что за люди? Что это за люди? Что такие люди пришли? Понимаете? У него такое прояснение. И все, у него прояснение. Он опять бросает пить, он выходит из этого запоя. Понимаете? Вот так Бог действует с нами. Он омывает нас. Он не гнушается нами. Он не говорит, о, ты слишком грешен для меня, а я свят для тебя. Он не сходит, он нас омывает, он бреет нас, он вытягивает нас из этой комнаты, эту комнату надо вымыть. Вот так Бог действует. Но когда я с ним трудился, я понимаю, как важно удержать его в этом просветленном состоянии. И все идет хорошо. И неделя проходит, и мы приходим, я прихожу в библейские уроки с ними. Он в субботу в церкви. Я стараюсь заходить к нему, и вроде бы все идет нормально. Неделя идет нормально. Две недели нормально. Три месяца. Два месяца идет нормально. Я радуюсь. Опять слышу, опять запил. Опять запил. Прихожу, опять то же самое. Все то же самое. Я начинаю говорить, опять все то же самое начинается. Сначала проклятие. Говорю, давайте молиться. Бог любит вас. И вот так вот удавалось вывести его из этого состояния. Так Бог действует с нами. Он не осуждает нас. Когда мы даже согрешаем, Он не осуждает нас. Он говорит, вставай. Иди дальше. Иди дальше. Но очень важно идти. К сожалению, во время одного из запоев Он повесился. Это говорит просто о том, что это не шутка. Это не шутка. Это серьезная борьба. Бог отчаянно борется за каждого из нас. Но Иуда тоже пошел повесился, хотя Иисус так боролся за него. Вы понимаете? Это просто говорит о том, что это не шутка. Мы не в игры играем здесь. Это очень серьезно. И только единицы могут вырваться из этих сетей. Но Бог ждет этого. Мы, конечно, может быть, не страдаем алкогольной зависимостью. Но, друзья, гордость, себялюбие, своекорыстие – это то, что сегодня не осуждается так в церкви, но это то, что есть. Это то, что, может быть, даже мы сами в своей жизни не осуждаем, но это то, что есть. И это то, с чем Бог хочет помочь нам. Но Он не может помочь, если мы говорим, что у нас нет проблем. Если мы говорим, что мы богаты, разбогатели и ни в чем не имеем нужды. Вы понимаете наше состояние отчаянное? Когда мы начинаем играть в церковь, как в театр. Когда мы знаем, как правильно нужно говорить. А Бог хочет нам вот такую реальную победу дать. И для этого сегодня Он еще совершает служение в небесном святилище. И Он продолжает очищать это святилище. И это очищение включает в себя нас с вами. Не только жизни прошлых поколений, которые уже умерли, рассматриваются на этом следственном суде. Но самое главное, это живущих. Живущих. И Бог хочет нам дать этот опыт. Но у Него проблема. Потому что одни говорят, о, какой прекрасный опыт. Да, мы должны это делать. А что вы еще это не делаете? А вы что это не делаете? А мы уже должны быть совершенными. А мы должны быть безгрешными. И они впадают в одну крайность. И с другой стороны тоже есть крайность. О, это нам невозможно. Мы не можем победить грех. Мы всегда будем грешить. И так будет до конца. Пока не придет Иисус Христос. Понимаете? Две крайности всегда есть. Две. Не одна, а две. И как Бог хочет достучаться до нас, чтобы мы поняли истину. Итак, давайте сделаем заключение. Характер Божий был явлен Христом на Голгофе. Но он еще дальше должен быть раскрываться в дальнейшей борьбе. Вы представляете, что поймут ангелы, когда они увидят это поколение людей, в которых восстановлен образ Божий. Они видели, как этот процесс идет. Они еще должны увидеть это завершение. Когда люди достигнут состояния с помощью Божьей силы, после позднего дождя, когда они готовы будут скорее умереть, чем согрешить. Как они должны возликовать, Господи, Ты можешь это сделать. Ты восстановил них, Ты их исцелил. Христос выступил в новой роли первосвященника человека, то есть ходатая, заступника, для того, чтобы восстановить его из бездны падения. Восстановление. Вот конечная цель плана спасения для человека. Он должен быть восстановлен. Все должны увидеть, что Бог не просто закрыл глаза или как-то принес жертву, чтобы извинить человека, простить его. Нет. У Бога цель, чтобы человек жил в согласии с Его законом, в гармонии с Его законом. И это возможно. Закон Божий должен быть возвеличен, и его преимущества видны в жизни людей. И все это будет служить для того, чтобы Божий авторитет был оправдан на 100%. И когда придет время уничтожить или оставить безбожных, и они погибнут второй смертью, чтобы уже никто никогда не боялся Бога, не сомневался в Его справедливости, чтобы до конца, а конца и не будет, в бесконечные века больше грех никогда не повторится. Потому что у всех будет уверенность в Боге и никаких сомнений. Кто желает сотрудничать с Богом в этом процессе? Кто желает сказать, Господи, я хочу пережить этот опыт. Я хочу, чтобы Твой образ был восстановлен во мне. Я хочу одержать победу, Господи. Я хочу, чтобы Ты прославился в моей жизни. Давайте будем молиться. Наш Небесный Отец, Господи, мы благодарны за то, что еще должно совершиться. Вся Вселенная наблюдает, так чем же закончится эта борьба на земле. Вся Вселенная поняла истинный характер сатаны. А вся Вселенная должна, Господи, еще увидеть, как это на практике произойдет с нами, как это спасение, как это восстановление образа Божьего и подобия будет совершено. О, Господи, это смиряет нас. Это смиряет нас, Господи. И когда мы взираем на этот великий пример Иисуса Христа, и чтобы мы были подобными Ему, Господи, мы не таковы. Мы не таковы, Господи, и сегодня мы не таковы. Но соверши это в нас. Помоги нам день за днем, шаг за шагом идти к этой цели. Помоги нам не впадать ни в одну, ни в другую крайность. Помоги нам иметь такой дух, чтобы помогать друг другу, а не осуждать друг друга. Помогать друг другу, вселять веру друг в друга, поддерживать друг друга, чтобы мы вместе могли дойти до этой цели. И чтобы Твое дело на этой земле закончилось торжеством Твоей любви. Ради Иисуса Христа мы молим и посвящаем себя на это. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok